Антраль. Для здоровья печенки и печенковые залозы. Антраль. Тебя с нестерпением внимают, тебя слушают огромные аудитории. Так что расскажи нам. Ты теперь свободный человек. Я правильно понимаю? Да, я теперь абсолютно свободный человек. Это естественно и самое близкое мне состоит. Мы такое уже помним. С тобой такое уже случалось. Самое смешное, что я уходил год назад, тоже 17-го числа. Да ладно? Да. То есть теперь можно сказать, что у нас каждый год 17-го числа Арестовича уходит из офиса президента. Надеюсь, что третьего раза не будет. Дело в том, что абсолютно случайно совпало. Когда мне сказали, я тогда посмеялся. Анекдот вышел. Я не думал, когда я уходил, никак не сравнивал. Суть очень простая. Я же все написал. Тут особо нечего пояснять. Принципиально ошибка была. Можно было. Многие говорят, что Алексей не такая ошибка. Вы нужны информационно. Друзья мои, поверьте, сейчас у меня возможность заняться любимым делом, а именно информационной и психологической поддержкой людей, за которых я болею лично, душой, которые нуждаются в моей поддержке, появилось больше. Чем было до этого дня. Я просто возвращаюсь к любимому делу. Никуда никто ничего не девается. Более того, возможно, станет больше эфира, потому что есть, в которых люди пишут мне, что они так нуждаются, потому что больше времени стало. Меньше занятости, в том числе специфической занятости. Теперь появилось в настоящее время заняться любимой работой. Мне захотелось показать пример определенному слою людей, которые совершают проступки за проступками и держатся зубами до последнего. Мы таких знаем. Товарищи, которые попадаются на взятках, товарищи, которые попадаются на любовницах, товарищи, которые попадаются на разных черных вещах, на рейдерстве, на все. И благополучно позируются краном, являются крупными чиновниками и прочее, прочее, прочее. А я решил, что я не буду цепляться. Я решил, что я покажу, как это должно быть по цивилизации. Принципиальная ошибка. Окей. Подставка. Вот смотри, есть здесь такой вопрос. Но ты же полюбованно ходишь. То есть это же не вообще никогда. Я даже вполне предполагаю, что, ну, как бы, может быть, тебе и говорить, давай паузу возьмем, давай посмотрим. Ну, как это обычно бывает. Не обязательно те, кто принимает решения. Ну, те, кто имеют отношения. Наверняка же не было такого, что нам надо обязательно сегодня. Мы правильно понимаем? Первое, надо понять, что никакого конфликта с офисом. Раз. Да, да. Ну, это важно, что прозвучало. Если президентом, если его команда, не ищите здесь конфликта. Его здесь нет и не будет. Пока война. Полная поддержка президента. Полная поддержка офису, как органу, который определяет его деятельность. Не определяет, а помогает ему деятельность. Полная поддержка всему военно-политическому руководству Украины. Потому что нам нужно выиграть войну. После войны будем разбираться все вместе. Кто что хорошо сделал, кто что неплохо сделал. Сейчас полнейшая поддержка, ни малейшие сомнения. Ничего никуда, никак. Что касается всего остального, ничего же не поменялось. Я буду делать то же самое, что я делал просто без приставки. А ты понимаешь, просто очень много сообщений. Мне, конечно, как ты понимаешь, и лично, и пресса меня сегодня трепала. Значит, а продолжите ли вы эфиры? Ну, я взял на себя такую смелость и сказал, что для меня-то лично вообще ничего не меняет. А чего мы не должны продолжать эфиры, простите. Да, я вот тоже ровно твоими же словами говорил. А, собственно, мы эти эфиры начали делать, когда в 21-м году Арестович то был советником, то не был советником. То война не началась, то она теперь началась. Они не зависят от статуса и не зависят от перипетий, которые, ну, понятно, возникают в связи с разными политическими событиями, потому что сегодня одно, завтра другое. Биллион шестьсот уникальных просмотров. Точно так. Это не считая растаскивания многочисленными телеканалами, агентствами, которые расширивают это на десятки миллионов людей. Если миллион шестьсот людей нуждаются в этом, мы что, должны их бросить? Война, испытания, не подвластная среднему человеку. Среднему, не в том смысле, что он средней по способностям, не имеющим специальной психологической подготовки, либо уникальных черт характера, либо очень большого опыта, а опыта большой войны ни у кого из нас нет. Если люди нуждаются в поддержке, если люди смотрят, они нуждаются в поддержке. Я их поддерживал с первого дня, я их буду поддерживать до тех пор, пока это нужно. Чего я должен? Даже если два человека будут смотреть эфир и скажут, Алексей, Марк, мы нуждаемся, значит, будем выходить для двоих. Потому что спасешь человека, спасешь мир. Разве два человека недостойны, чтобы на них потратить 45 минут в день. Абсолютно. Да я на них трачу 24 в день. Много дней подряд. И буду тратить дальше. Все очень четко. Не будем... Здесь, если у меня... Запросы от западного места выше крыши. Не успевают. Ну, это понятно. Все, всем, со всеми поговорим, все разъясним, все покажем и так далее. Поэтому поддержим, разъясним и прочее, прочее. Пока хоть один человек смотрит эти эфиры, мы будем выходить, не переживать. Ну, и опять же, это и в каком смысле и долг, потому что война продолжается. Если бы кто-то сказал, ну, все, войны нет, как в известном квартале 95, где я тебе не сказал, что война закончится, а ты 4 года продолжаешь со мной вести эфир. Это же не такая ситуация, война продолжается, ужасы не кончаются, и поэтому продолжение наших эфиров это в известном смысле, ну, что, а как ты вот сейчас возьмешь, бросишь? Ну, как бы, это некое уже... Я себе роль выбрал, и это роль информационно-психологическая поддержка людей, которые в этом нуждаются. Ну, да. Для меня один человек это то же самое, что миллион человек, я и ради одного буду работать, если я могу его поддержать. Ну, и по цене мы обращаемся к тем, кто этот заказчики, они в Кремле, они в Москве. Я уже много раз говорил, по мне такой каток русской пропаганды катался вдоль и поперек, и так далее, я это проходил много раз. Я хочу сказать, что ни х**а вы, ничего вы не добьетесь, ничего вы не выиграете. Я вас, х**а, всех повешу, когда вернусь, имейте это в виду, всех вас в Кремле, всех х**а повешу. И напротив зданий, и рядом вы все будете висеть и болтаться на этих фонарях. Поэтому ничего вы не добьетесь, все будет продолжаться, и никаких задач вы информационно-психологических не решите. А мы можем приступить уже тогда к ПСК, чтобы все наши задачи. Да, мы как же это все делаем. А они не решат. Нет, а уже точно не решат.